Несмотря на прохладную и ветреную погоду, мы решили приехать в усадьбу великого русского классика. Дамы и господа, леди и джентльмены, товарищи и друзья, добро пожаловать в музей-усадьбу Льва Николаевича Толстого. Ясная поляна! Пошли разбираться, что к чему. Первое упоминание о Ясной поляне было изложено в Дозоре. Стежка, записанная в архивном документе Дозоре, проложена против Степанова поместья Карцево, деревни Ясной поляны, подли государственной заповеди к большой дороге. Ясная поляна куплена прадедом писателя по материнской линии князем Сергеем Федоровичем Волконским. На имя его жены Марии Дмитриевны, урожденной Чадаевой. Николай Сергеевич Волконский выходит в отставку в 1799 году и вместе с дочерью Марией Николаевной переезжает в усадьбу, которая перешла в его личное владение после смерти его отца Сергея Федоровича Волконского в 1784 году. Начинаются значительные работы, изменившие прежний облик усадьбы. Строительство большого архитектурного ансамбля, разбивка ландшафтного парка с прудами. Мария Николаевна Волконская, унаследовавшая усадьбу после смерти отца, выходит замуж за графа Николая Ильича Толстого. Отец жениха, Илья Андреевич Толстой, служивший губернатором в Казани, оставил сыну немалые долги. Помочь Николаю Ильичу могла женить бы на богатой невесте. Но брак, заключенный по расчету, оказался счастливым. В семье Толстых родилось пятеро детей. Сыновья Николай Сергей Дмитрий и Лев, и дочь Мария. Осенью 1824 года был достроен большой барский дом, куда из одного из флигелей переселилась семья Толстых. В нем были детская, классная, официантская, фортепианная, диванная, большая гостиная, малая гостиная. Всего, предположительно, около 40 комнат. В 1854 году дом был продан на своз. На месте здания в Ясной Поляне остался лишь камень из фундамента, на котором впоследствии была выбита надпись. Здесь стоял дом, в котором родился Лев Николаевич Толстой. Лев Николаевич унаследовал Ясную Поляну по семейному обычаю. Имение, в котором жили родители, обычно переходило младшему из сыновей. В начале 1850-х годов Толстой начинает военную службу и проводит несколько лет на Кавказе и в Крыму. После возвращения с воинской службы Лев Николаевич поселился в правом флигеле, который со временем увеличился благодаря пристройкам. В левом флигеле писатель открывает школу для крестьянских детей, в которой преподает сам. Основными принципами обучения являлись полная свобода учеников и отсутствие каких-либо принуждений. Субтитры создавал DimaTorzok 23 сентября 1862 года Толстой женился на Софье Андреевне Берс, дочери своих давних знакомых, московского врача Андрея Евстафьевича и его жены Любови Александровны. Невесте на тот момент было 18 лет, а жениху 34. Вместе они прожили 48 лет и в их семье родилось 13 детей. Отказавшись от частной собственности, Толстой подготовил проект раздела собственного наследства между женой и детьми. Ясную поляну и ближайшие земли получил младший сын писателя Ванечка, а западную часть имения Софья Андреевна. 28 октября 1910 года ночью тайно от семьи и в сопровождении своего врача Душана Петровича Маковицкого, 82-летний Лев Николаевич Толстой покинул Ясную поляну. В дороге он заболел и был вынужден сойти с поезда на маленькой железнодорожной станции Остапова, где умер от воспаления легких 7 ноября. В 1911 году вдова писателя обращалась к императору Николаю II с просьбой приобрести Ясную поляну в казну, но получила отказ. Было решено назначить ей пенсию, которая отчасти шла на содержание имения. Софья Александровна делала все возможное, чтобы захоронить парк и усадебные постройки в прежнем виде, фактически став первым хранителем Ясной поляны. 10 июня 1921 года вышло постановление Всероссийского центрального исполнительного комитета о новом статусе Ясной поляны. Ее комиссаром-хранителем, фактически директором, была назначена Александра Львовна Толстая, сыгравшая огромную роль в развитии музея в 1920-е годы. В ее задачи входили создания в Ясной поляне культурно-просветительного центра с библиотекой и школой, организация лекций, спектаклей, выставок и экскурсий. В 1994 году директором музея становится праправник Льва Николаевича Владимир Ильич Толстой. С этого момента можно говорить о возвращении Толстых в Ясную поляну и возвращении к истории, корням, традициям старой русской дворянской усадьбы. Субтитры создавал DimaTorzok